В Гомеле 25-летие со дня принятия Конституции начали отмечать ярко и оригинально. Сначала на площади имени Ленина, рядом с драматическим театром, прошел молодежный флэш-моб. Зрители подпевали и подтанцовывали. Случайные прохожие останавливались. Выступление было очень зрелищным. Мы две одни, одна света, это ты, это я. Оказалось, что среди участников праздника девушка, которая свой день рождения, отмечает именно 15 марта. Сегодня 15 марта, день Конституции, и мне будут сегодня вручать паспорт. Это было неожиданно, что меня пригласили, я очень рада. Это большая ответственность для меня сегодня. Неожиданным и радостным это приглашение было и для других ребят. Получаю сегодня паспорт, очень сильно этого ждала, очень хотела. Будем надеяться, что все будет очень хорошо, будем надеяться, что все понравится. Ну, уже все нравится, в принципе. Классно. Затем участники отправились в областной исполнительный комитет. Здесь для юных граждан Беларуси организовали экскурсию по залам заседаний и переговоров. Школьники смогли не только воочию увидеть места, где руководство региона принимает важное для области решение. Подросткам разрешили посидеть в кресле губернатора и сделать фото на память. Почувствовала гордость, что на этом месте нахожусь именно я. И очень большое уважение к людям, которые здесь работают, потому что они делают очень много добрых дел для людей, которые проживают в нашем районе. Такие мероприятия должны остаться в памяти участников навсегда и вдохновить их на новые достижения. Сегодня в зале мы пригласили детей, где проходила встреча двух президентов Александра Григорьевича Лукашенко и президента Украины Петра Порошенко в рамках первого форма регионов Белоруссии и Украины. Но на этом путешествие не завершилось. Участники мероприятия посетили также Гомельский областной суд, а потом с волнением и нетерпением отправились на вручение паспортов. Праздничный день продолжится здесь в общественно-культурном центре. 14-летние юноши, девушки, отличники учебы, победители спортивных соревнований. Активные участники общественной жизни получат паспорта. Причем вручать главные документы граждан Белоруссии им будет руководство области. Ребята волнуются. У многих такой ответственный момент первый в жизни. Эмоции и новые впечатления захлёстывают каждого. За один день они столько увидели и узнали. Я познакомился с председателем областного совета депутатов и сумел задать ей несколько вопросов. Это мне очень понравилось. После того, как я задал несколько вопросов, мы отправились в суд, где я узнал много нового. Теперь перед получением паспорта я очень волнуюсь и надеюсь, что всё пройдёт успешно. Всего на красную дорожку выходили 40 юношей и девушек. С поздравлениями и пожеланиями счастливой судьбы паспорта им вручали представители исполнительной и судебной власти. Дети сегодня в такой великолепный праздник для нашей страны почувствуют себя настоящими гражданами, получив сегодня паспорта в тот установленный срок, которым определено нашим государством. Я думаю, что сегодня они будут одними из самых счастливых, одними из самых уверенных в том, что они сегодня родились и живут в нашей прекрасной стране. Был на этом празднике особый почётный гость – ветеран Великой Отечественной войны Айлита Самсонова. 15 марта, в День Конституции, она отметила свой 93-й год рождения. Дорогие мои ребята, я пожелаю вам впереди светлой дороги. Вы теперь становитесь гражданами нашей замечательной страны Беларусь. На этой дороге не спотыкайтесь, старайтесь выбирать себе цели в жизни и их добиваться. День Конституции – это праздник каждого, кто любит свою родину, кто живёт здесь, создаёт семьи и рожает детей. Праздник каждого, кто своими добрыми делами и поступками делает нашу страну сильнее, счастливее и сплочённее. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели.